пойдем далее состоит на месте и лицо да это еще на люк встал ничего себе очень плохая идея убежал сейчас в лужу побежит естественно всем привет друзья из летнего солнечного еревана да там пойдем гулять мы приехали в центр здания сначала по делам сейчас решили прогуляться в общем ничего новое несколько не не снимала после приезда потому что надо было очухаться как-то сейчас все достаточно уже очуха надо не ходит в садик и все хорошо поэтому мы собственно гуляем на не уже устал маленький гномик сел или ты как маленький гриб еще отдохнуть день пойдем и не пойдем спасибо вот мне досталась сухая травинка очень хороший подарок да главное ведь не подарок главное внимание смотри куда бежишь только дай такое взрослый конечно да не просто подрос похудел вообще взрослый парень мы пришли в игровую зону 400 грамм стоит 20 минут вот так вот бросай бросай не хватит вот так вот бросай бросай не хватит давай 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 рука занята аккуратно дань ползет молодец дань ты чё баскетболист пошел касту кастер спит давай давай маленький любитель мечей да ты весь папу ой лови всем привет ребята у нас наступил следующий день ничего не происходит ничего не происходит да не уже сходил в садик пришел садика поспал поел все сделали сейчас он немножечко крушит квартиру я хотела с ним выйти но идет дождь поэтому подождем пока тоже закончится в общем на самом деле ничего нового особо не происходит но у меня есть новость которая сейчас вам покажу просто посмотрите на этого красавца я кстати вот так до сих пор не пересадила мистер лимон кто не знает последние месяц там не за пару недель он был просто на грани я думала что если честно он уже все у него была просто одна ветка и 3 листочка да не нам симу листочки по обрывал но тут он просто вот так облагородился и более того более того у него появился цветочек то есть у нас будет целый лимон в следующем сезоне так что лимончела я приехала из дубая и оказалось что он заразился какой-то как-то мама назвала эту штуку мучнистый клещ или как-то так белые маленькие штучки в общем я начала читать что там с ним делать там мне советовали чем-то там его поливать как-то там ватным диском что-то там протирать в общем я просто поставила под душ смыла всю эту штуку и все нормально а еще разочкой в марганцовкой кстати побрызгала и все он живой я надеюсь когда-нибудь я его смогу пересадить все таки но это не точно в общем вот такой красавчик осенью лька этом зимой будем пить снова текилу симоном доморощенным просто хозяйственный парень дай ты пылесосишь можно так сказать да он уже изрисовал я вытащила из него контейнер чтобы дань не мог его включить потому что он постоянно включал выключал он решил что это ему не помеха да не надо сынок он сломается стой 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 фанглитера вот у нас сыграл и куха ну-ка дай смотри такой аккуратный молодец буксуем 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 все отпускаю аккуратно раз два три кстати вот наш трофей мистер беззубик многие меня спросили почему выбрали для ребенка такую страшную игрушку типа он какой-то жуткий ребят кто не знает это персонаж из мультика как приручить дракона на самом деле он очень милый и очень добрый посмотрите очень хороший мультик то есть там ничего злого нет и сам по себе беззубик его зовут беззубик я не знаю почему это дракон то есть он должен быть немного жуткий наверно с виду но у меня вызывает исключительно положительные ассоциации и я вообще очень сильно люблю этот мультик так что всем привет дамы Второй тоже положи правильно. Даня, пойдёшь, аккуратно, Даня, идёт слепую, куда идём? Даня, ты ж ничего не видишь, ой, ку-ку. 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 У меня сегодня случилось событие века. У нас сейчас будет с вами распаковка. Итак, ребята, мы сейчас будем распаковывать то, чего я хотела очень давно и, наконец, моя мечта сбылась. Это планетарный миксер. Сейчас я вам покажу, какой я купила. Я купила достаточно бюджетный, потому что для первого раза, я думаю, более чем достаточно. Давно его хотела, и вот мне его доставили. Сейчас я вам его покажу. Итак, Даня, у нас, как обычно, на столе, но это нам не помешает. Даня, давай открывать. Давай открывать. Так, фирма, как вы видите, Синтек, по-моему, это российская фирма, кстати, я не очень знаю. Так, Даня, подожди-ка, аккуратно. Тут вот эти вот его венчики. Два венчика. В комплекте три идет венчик, лопата или как это называется, и весло. А, крючок и весло. В общем, я не очень знаю. Даня, давай открывать. Смотри, 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 смотри. Пусть я буду открывать. Это возьми. Я, кстати, думала, он будет тяжелее. Он не такой тяжелый, но смотрите, какой он красивый. Сейчас я вам покажу. В общем, он черный, и у него здесь его вот эта вот фурнитура, вот эти детали, они из цвета не просто золото, а розовое золото. В общем, выглядит он супер стильно. Я почитала отзывы, он достаточно хороший, кстати, для своей цены, поэтому будем пробовать. В общем, я так рада. Ребята, поздравьте меня. Дань, только не оторви ничего, сынок. Надо попробовать его, да, Дань? Просто посмотрите на это великолепие. У нас, кстати, почти вся техника на кухне черная. Духовка черная, холодильник у нас черный. Это, конечно, очень маркая поверхность черная. На ней просто все видно, но я буду очень сильно стараться. У меня все будет в чистоте, поэтому я очень рада. В общем, я оставила Дани с давом и пришла в магазин, как он называется, садоводческий. В общем, мне надо купить землю, пересадить лимон, потому что у него уже корни торчат прям сверху, ну, явно тесно. Сейчас посмотрим, есть тут что-то такое. Мой очень красивый магазин называется Зеленый Райд. Слушайте, ребят, я как-то вообще в шоке, если честно, о цен. В общем, я купила землю. Мне женщина подсказала, что мне нужно к универсальной земле подмешать какую-то кислую землю. В общем, я купила и ту, и ту. Но я в шоке от цен на горшки. Я купила просто какой-то максимально уродский, очень некрасивый коричневый горшок. Просто на всякий случай я с ней найду другой. Но цены такие, что я вообще не поняла. Размером такой, который мне нужен, они стоили где-то пластмассовые. То есть это не какие-то там глиняные керамические, пластмассовые. 11000, 12000, это я в драмах говорю. По-моему, это дороговато мне, как кажется, за пластмассовый. То есть если глиняный какой-то такой, ну, столько стоит, то, по-моему, нормально, ладно, хорошо. Но там, во-первых, не было красивых глиняных. И я думаю, ну ладно, возьму пластмассовый, хоть какой-то там однотонный. Они там все очень ярких цветов, какие-то оранжевые, красные. И по 12000, короче говоря, я купила за полторы. Просто когда я говорю, максимально страшный, но это на время. А если что, если что, я пересажу его в этот горшок, пока не найду нормальный, потому что у меня рука просто не поднимется. Я, конечно, люблю свой лимон, мистер лимон, спасибо тебе за все. Но не за такие деньги, конечно. В общем, надеюсь, я успею сейчас найти еще один горшок и успею пересадить до того, как Даня вернется ко мне. Так что постараюсь. Так, ребят, я еле дошла до дома, еле донесла. Вы просто посмотрите на этого. Ну, он не то чтобы прям супер уродливый, конечно, но красивым его тоже не назовешь. Я не очень люблю. Вот такие цветы у него просто отвратительные, если честно. Но другого выбора у меня не было, я ничего другого не нашла. Поэтому пока пересажу в него. Если что, потом буду еще раз пересаживать. Ну, что это делать? Потому что у лимона, я говорю, корни уже торчат прям сверху. Вот, кто разбирается в цветах, поймет, наверное. Я у мамы консультировалась. Она сказала, что да, это корни, скорее всего. А вот эти, ну, вот это вот, это все корни, да. Я так понимаю, что ему просто тесно, он уже сверху прям вылезает. Короче говоря, у меня план отменять на пересадку, потому что у нас отключили воду. Сказали, что включат ее только в 6. А без воды как-то не хочется заводить тут, разводить это все дело. Буду вечером пересаживать уже. Не знаю, может, еще успею до вечера сходить в какой-нибудь магазин, найти что-нибудь посимпатичное. Этот горшок, он похож, ну, он как бы самый дешевый был, соответственно. И вид у него соответствующий. Поэтому хотелось бы какой-нибудь посимпатичнее. Итак, мне все-таки удалось найти горшок посимпатичнее. Конечно, не предела мечтаний, но из всего, что было, был такой же белый. Белый мне показалось не очень как-то. В общем, мне кажется, с зелененьким смотрятся симпатично. И возникла мысль, а что делать с этим горшком. И гениальная идея пришла Давиду. Я вам как-то рассказывала, что он покупает очки вот этой марки Парафина, эко-френдли. Туда-сюда как-то делается это все из переработанного пластика. В общем, по-моему, какая-то испанская фирма. Я не знаю. Смысл в том, что вместе с очками вам в комплекте дается вот такой карандаш. И вот этот черный кончик карандаша – это семечко. То есть его предлагается именно посадить. И у нас теперь два таких карандаша, потому что Давид два раза покупала очки. И в общем, так как у нас осталась земля, мы решили посадить сюда оба карандаша и посмотреть, что-то вырастет вообще или нет. Так что я этим сейчас и займусь. Посмотрим, что у нас будет в итоге. Аляяяя! И я знаю! И кричит Yeah Ini Парагадшiri Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем, друзья, на этом я закончу этот влог, состоящий из нескольких дней Спасибо, что провели эти пару дней с нами Надеюсь, увидимся скоро Но не могу этого обещать, как вы поняли, я как-то не очень стабильно снимаю В общем, всё, спасибо всем за просмотр, спасибо за лайки и за комментарии, и всё, всем до скорой встречи, всем пока!